Привет! Я никогда еще не снимал обзоры, но так как мне зашла одна моя любимая игру, и на которую я очень давно хотел, сегодня будем распаковывать игру Престола. К игре Престола в комплекте. У нас идет полстенная книга правил, как обычно, которые каждый раз, когда играем, оказывается, что что-то новое. Такие напоминалочки, типа факью, быстрые вопросы-ответы, две штучки, ширмы каждого дома, всего шесть штук, шесть тралекс, и, собственно, сами игровые жетоны, жетоны домов, знаки валерийского меча, железный трон, черный ворон, ну и остальные, так сказать, МПС по игре. Жетончики влияния, или золото, как это попросту называют. Вот самое интересное, жетоны приказов. Я думаю, это не будем прямо сейчас распаковывать, раскопливать. Также посмотрим, чем отличается второе издание от первого. Я, если честно, не читал, но хочется понять по карте. Как минимум, насколько я слышал, у нас в центре добавился еще один замок. Если честно, я не помню, хорен ходит. Было, или нет. Собственно, карта. Фишки армии по каждому цвету. Да. Корабли, пехота, пехота, рыцари. И башни осадные. Запасной пакетик. Куча запасных пакетиков. Любителям все разбросать. Карты одичалых. Колода какая-то потолще, чем я привык. Но, возможно, здесь кроме одичалых еще... А, да, здесь еще карты каждого дома. Навыков дополнительных. Насколько я знаю, здесь еще добавилось во втором издании дополнительные карты. Как минимум игрой Joy of там что-то новенькое есть. Но это все нужно смотреть, читать, изучать. Все, рубочка, все. Ну, по комплектации понятно. Еще вот классная штука. Это такие рандомные бои, когда происходят, если задействовать эти карты в игре, то совершенно непредсказуемо могут бои между столкнувшимися на кухне происходить. Вот. рандомные рандомные Продолжение следует...